Здравствуйте! Я приветствую всех поклонников тенниса. С вами новый выпуск рубрики «Теннис круглый год». На дворе второй месяц осени, а стало быть сегодня вспоминаем, чем запомнился октябрь на томских кортах в последние годы. Поехали! В октябре 2015 года на кортах клуба «Чемпион» бушевали баталии серии осенних теннисных турниров. Были разыграны медали и у сильнейших любителей в категории «Мастерс». Хотя эти спортсмены не играли в теннис с детства, а на корты пришли намного позже, они обладают всеми профессиональными техническими теннисными элементами. На призы претендовали как молодые любители, так и ветераны. А почему теннис для себя выбрали? Так получилось, что... Это он вас выбрал? Да, скорее всего, он мне выбрал. Очень хорошая разгрузка после работы. И в течение всего года можно заниматься. Когда играете, отрешаетесь от всего, да? Ну, в общем, да, потому что нагрузка очень большая. И хорошо помогает отдохнуть, восстановиться. Здесь очень много молодых ребят, не страшно вам против них выходить? Наоборот, интересно. Хотя молодые соперники были сильны, опыт в итоге взял верх. Первое место в октябре 2015-го завоевал опытнейший теннисист Константин Фатин из Северска. А в октябре 2017-го года были разыграны призы в категории «Мастерс» у представительниц прекрасного пола. У них, как и у мужчин, многие пришли в теннис уже в зрелом возрасте. А вы теннис для себя, я так понимаю, не сразу в жизни нашли? Далеко не сразу, всего третий год занимаюсь. Как это получилось? Случайно на работе решили, а почему бы не попробовать? И сначала коллективом ходили. Ну, коллектив перестал ходить и не осталось. А какие цели и задачи? Для души. Просто, чтобы поиграть. Вот для души это все начинается. А вот когда идет турнир, такой азарт приходит. Правильно же говорят? Аппетит приходит во время. Да, да. Азарт, конечно, есть. Выигрывать приятно, да. В октябре 2017-го года лучшую технику продемонстрировала Наталья Носова, которая и стала чемпионкой на кортах клуба «Чемпион». А в октябре 2018-го года в центре внимания поклонников тенниса были соревнования среди мужских пар категории «Проам». В команды объединились профессиональные игроки и теннисисты-любители. Победителями турнира стали любители Артем Чернов и профи Олег Мартыненко. Как тебе вот с любителем играть? Тебе можно назвать профессионалом, а Артема – любителем. Ну, надо постоянно поддерживать, в первую очередь. Ведь чем больше ты поддержишь человека, тем лучше у него получается. И я опять в этом удостоверился. Артем, тебе показалось, что Олег является профессионалом, крепким профилом? Да, у него очень хорошая игра с лета, которой у меня, в принципе, нет. Чувство мяча идеальное как раз для того, кто является профессионалом. В общем, сыгрались, спелись, можно сказать так, да? Да. Мы в первый раз играли и показали себя очень хорошо. Мужской турнир по парному теннису развернулся на кортах клуба чемпиона и в октябре 2019-го. На призы соревнований претендовали профессиональные спортсмены-тренеры и сильнейшие любители. Такая теннисная солянка в хорошем смысле, очень зрелищная, очень хорошие эмоции, всем интересно. Ребята из разных городов, и тренеры разных городов, и любители, и молодые спортсмены. Очень интересно присутствовать, интересно наблюдать. Турнир заметно усилили спортсмены из Новосибирска, в котором, так же, как и в нашем городе, работает теннисный клуб чемпион. Одноклубники из Томска и Новосибирска любят ездить друг к другу в гости. Приезжаем уже сюда во второй раз. Первый раз приезжали весной 2018-го года. И мне с моим другим учеником удалось обыграть, выиграть этот турнир, забрать его. Максим играл с моим братом в паре, а они заняли третье место. Ну, Максим, теперь ты с чемпионом в паре играешь? Другие уже задачи? Теперь задачи поставлены очень максимальные. Состав собрался достаточно сильный. Очень любим этот формат, формат ПРОАМ, потому что для любителя он дает максимальное развитие, вот, высокие скорости, хорошие розыгрыши. А для профессионалов он тоже по-своему интересен, потому что они могут проверить себя, ну, между, так скажем, друг другом, а не играя с любителем. Победить в октябре 2019-го новосибирцам не удалось, но сразу две команды из Новосибирска поднялись на пьедестал почета. А чемпионами стали томичи Александр Денисевич и Дмитрий Семенов. Вот таким интересным и продуктивным на томских кортах в последние годы был октябрь. Прощаться не буду, впереди ноябрь, продолжение следует.